Вы знаете, дорогие друзья, более детально, немного зная эту ситуацию, я хотел бы сказать, что ребята проходили ее как верующие люди, и это пример для нас, потому что всю дорогу врачи, они говорили о том, что, да в общем-то, расслабьтесь, это вообще, ну, как бы, не должен такой ребенок родиться, но они принимали решение о том, что не они дают жизнь, и они ее не прерывают, поэтому все произошло естественным путем, и когда я размышляю об этих моментах, я понимаю, что это подобно весам, на которых взвешивается наша жизнь. Вы помните одного из царей, который вынес сокровище из храма Иерусалимского, пировал с блудницами, и в какой-то момент рука написала «Мене мене текл у парсин», да? Ты был взвешен и найден легким. Вот есть такие моменты в нашей жизни, когда Бог взвешивает нашу жизнь, и вы знаете, что я хотел бы быть готовым к этим моментам, потому что ты никогда не знаешь, возможно, иногда это происходит среди пира, когда сердце твоего полно торжества, ликования, и ты говоришь «Ай, да я молодец!» и в тот момент ты был взвешен и найден легким. Я хочу быть тяжелым для Господа, в том смысле, что иметь некий вес в Его глазах, не в своих глазах, не в глазах людей, в Его глазах. Размышляйте об этом. Писание учит нас о том, что нам лучше ходить в дом скорби, чем в дом радости, потому что мы размышляем о вечности. Когда радость, мы говорим «Эй, еще все впереди, столько хорошего». Когда мы приходим в дом скорби, мы говорим «Уже впереди ничего хорошего». Уже жребий брошен, уже произошло, уже есть последствия всего того, что мы выбирали раньше. Так дай нам Бог быть готовыми к этому моменту, иметь сердце смиренное, сердце простое и сердце открытое. Пусть вас Господь благословит. Итак, я бы хотел помолиться перед словом. Боже Святой, мы благодарны Тебе, что Ты принимаешь нас, принимаешь нас, Господи, во всей нашей простоте, во всем нашем несовершенстве. Ты обращаешь свое лицо на каждого из нас, Господь, и мы дороги перед Тобою настолько сильно, что Ты, Господи, вникаешь в жизни каждого из нас. Боже, благослови нас понимать Слово, благослови нас, Господи, иметь сердце открытое, сердце простое, сердце, Боже, чувствительное к Духу Твоему, к Тебе. Научи нас, и мы будем научены. Наставь нас, и мы будем наставлены, Господь. Мы превозносим и славим Тебя во имя Иешуа Мессии. Амин. Амин. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее послание, которое Бог положил мне на сердце, я хотел бы начать немножко с истории. Вы знаете, ранняя община, когда мы размышляем о ней, у каждого из нас есть свой образ, правда? Вы открываете книгу деяний, что вы там видите? Они просто были молодцами. Когда я читаю книгу деяний, я думаю, неужели вообще это люди? А есть ли люди в наше время? Где-то слышал. И я понимаю, что если внимательней почитать книгу деяний, то можно увидеть, что на самом деле не все так было просто. Это были не просто такие великие служители, типа Петра, помните, он идет, представьте, вы идете по городу, падает тень, и люди исцеляются. Ну, таких людей было немного на самом деле. Мы читаем немножко дальше, мы видим, что одни спорили об одном, другие о другом. Кто-то говорил, эти язычники, они приходят к нам, давайте мы будем их заставлять соблюдать все наши законы. Что это они себе надумали? Как это вообще возможно взять нечистое и привести в Дом Божий и сказать, что оно чистое, это вообще, ну, представьте, да, насколько будоражило все это людей. И Ешуа, все рассуждали о нем, все рассуждали о том, кто он такой, что он должен сделать, правда, как Мессия, что он сделал, что не сделал. Вы помните, когда апостолы приходили в различные синагоги, что первым делом они делали? Они открывали Писание, открывали пророков и начинали объяснять. Написано от пророков и потихонечку изучали, кем был и есть Ешуа. Итак, нужно помнить, что Библии не было как таковой. Нового Завета не было у людей. Люди что-то слышали. Представьте, что ваша вера, она построена только лишь на Танахе, только лишь на той части Библии, которая называется Ветхий Завет. А все остальное вы только лишь слышали. Мы сейчас способны, мы открываем Новый Завет Коринфянам, Ефесянам, мы открываем Евреям, и там написано, мы говорим, вот здесь написано. А тогда нельзя было так сделать. Тогда оно еще не было написано. Спустя годы только был установлен канон, то, что мы знаем, как Новый Завет. Люди принимали решения, они как-то жили. Как они жили? Я размышляю об этом, я понимаю, что не так уж и просто было жить в первой общении. Плюс еще какие-то римляне хотят тебя убить постоянно. И евреи какие-то тоже говорят, что это за секта такая появилась, давайте их убьем. Они плохие, они нечистые, давайте не будем их принимать. И ты среди всего этого, ты пытаешься понять, кто такой Бог, ты пытаешься понять, кто такой Иисус, кто такой Мессия, ты пытаешься понять вообще, как тебе поступать правильно. Итак, разные учения начали появляться, и это естественно, правда? Не может не появляться разные учения в таком обществе. Мы здесь с вами имеем Новый Завет, мы здесь с вами, имея одну Библию, мы все равно имеем различные разногласия. Большие достаточно, правда? Кто-то верит, что нужно молиться на иных языках, кто-то верит, что не нужно, кто-то вот так подходит к духовным дарам, кто-то по-другому. Мы не можем прийти к единству. Что же говорить о том времени? Итак, глядя в Библию, можно видеть простых людей. Из плоти, крови, они ищут своего, отстаивают привычный образ жизни. И в одном можно было сказать точно. В чем была единая община? В том, что Ишуа является Мессией. Все вот эти группы, которые на тот момент находились, те, которые хотели обрезаться, те, которые не хотели, они считали правильным одну вещь. Ишуа, который пришел, он Мессия. Вот он тот обещанный, о котором пророки говорили. И теперь надо понять, что с этим делать. Как это представлять? Итак, если мы вернемся или попробуем вернуться в то время, вот, и стать на место тех евреев, которые были тогда, то я хочу вам сказать, что мысль о том, что Мессия, он придет и умрет, была очень странной мыслью. Потому что с точки зрения иудаизма, Мессия, он не должен был умирать. Мессия – это вождь, это человек. Прежде всего, это человек. Обычный человек из крови, из костей. Ну вот, как обычный мужчина. Он должен быть очень талантливым лидером. И он должен всех победить и ни в коем случае не умереть. И как именно отличали лжемессии от Мессии? Лжемессия обычно умирал. Его побеждали враги, и он умирал, и все. И евреи разводили руками и говорили, ну что ж поделать, мы-то думали, что он Мессия, но он умер. Все. И мы знаем, что Ишу отличался от всех предыдущих Мессий тем, что он воскрес. Он стал живым. Он стал первым из мертвых. Итак, Мессия в иудаизме – это очень интересная личность. Он приносит полное физическое и духовное освобождение. Поэтому после воскресения Ишуа, после воскресения Ишуа, среди верующих людей также не было единства относительно того, ну вот действительно ли он воскрес, действительно ли он умирал. Вы знали об этом? Я когда-то раньше, вот когда читал Библию, я представлял, что все в всем были согласны. Вот просто, это же понятно. Он воскрес, все поверили. Не было так, друзья. Не было. Люди дискутировали, и они рассуждали. И вот история говорит нам интересную такую вещь. В самом начале, когда формировалась вера ранней общины, появилась одна очень интересная ересь. Ересь. Вы верите, что ереси сейчас тоже существуют? Да, я знаю. Существуют еще как. Они разные, очень коварные, и некоторых из них мы верим. И тогда они были. Смотрите, появилась ересь, которая называлась докетизм. Неважно, как она называлась, но появилась. Суть этой ереси, в общем-то, в следующем. Люди смотрели, рассуждали и говорили, на самом деле вы должны понимать одну вещь. Мессия, Ешуа, он не умирал. Он просто сделал вид, что он пошел на крест. Я помню, впервые столкнулся с этой идеей, когда свидетельствовал одному своему другу, он был евреем, и я говорю, послушай, Иисус умер за тебя. Он говорит, что ты говоришь? Он был Богом, да? Он не умирал. Он просто отключил все свои органы, болевые окончания. И когда его прибили на крест, ему не было больно. Он просто театр такой был. Я ж, знаете, как бы не ожидал такого. Я говорю, да нет, он умирал. Мне было обидно, честно говоря. А он говорит, да нет, он Бог, зачем? Ну ты подумай сам. Вот ты обладаешь сверхъестественной силой. Предположим, ты идешь к зубному, и ты понимаешь, что тебе сейчас будут удалять нервы. Ты можешь отключить нервы. Скажи, пожалуйста, ты бы отключил или нет? Отключил бы, правда? Ну, любой здравый человек, он бы так поступил. Он говорит, так почему ты считаешь, что Иисус, когда он пришел на крест, не сделал так же? Я говорю, потому что не сделал, и все. Ну, я не хочу верить в Иисуса, который не страдал. Потому что это называется, не страдал. Правда? Так вот, докетизм верил в то, что Иисус, он был как бы призраком. Даже если, было несколько вариантов этой ереси, и одна верила так, что даже если его распяли, то он все равно ничего не чувствовал. Он был всего лишь, мы, нам казалось, людям казалось, что он висел на кресте, но там никого не было, голограмма. Понимаете, в те времена была голограмма уже. Другой вариант был о том, что когда его вели на распятие, он был такую хитрую штуку сделал, что вместо него распяли Симона Кириньянина. Помните, в Новом Завете упоминается, что они столкнулись, и где-то там был подмен возле креста. И когда Симон этот висел, все думали, что это Ишуа, а Ишуа просто стоял в толпе и смотрел, как это происходит. Интересная, правда, штука? Вот что бывает, если читаешь историю немножко. Оказывается, да, докетизм означает казаться, то, что кажется тебе. То есть вера в то, что Иисус, Ишуа, Мессия, он нереален. При этом, смотрите, они верили в то, что Он есть, они верили в то, что Он как бы Мессия, они верили в то, что Он пришел и спас людей, но при этом, что Он не разделил участь людей. Интересно, правда? Итак, когда мы размышляем о нем именно такими категориями, мы понимаем, что его служение становится как бы призрачным среди нас. Он не настоящий. Он вроде присутствует, но потом отсутствует. Вы помните, да, захотели его побить камнями, но он, написано, прошел среди них, и никто не мог ничего сделать. Ну вот вам, пожалуйста. Он ушел просто. Они хотели, но не смогли. Призрак. Он вроде и был, но вроде его и не было. Итак, в общем-то, это учение имело различные модификации, но суть его в том, что был разделяем духовный мир и физический мир. То есть, духовный мир, это где-то там он хороший, а физический он не хороший. Не мог же великий Бог стать частью физического мира. Ведь этот физический мир, он порочен, но как бы мы все живем в телах, они пропитаны грехом вдоль и поперек. Не мог же он взять тело. Итак, что мы можем научиться из этого учения? Ну, вообще, из этой истории. Зачем я это все рассказываю? Почему мы говорим об этом? Можно верить, друзья мои, можно верить, что есть Мессия, что он где-то там что-то сделал, но можно не верить, что он есть реальностью в моей жизни. Уловите смысл. Сейчас, на этот момент, докетизма, вот как такового, как учения нет. Отцы церкви его побороли, заклеймили и всех несогласных сожгли. Но, тем не менее, давайте подумаем о своей жизни. Мы можем верить, что Ишуа что-то там, где-то там сделал, но сейчас в моей жизни он является призраком. Не было у вас такого ощущения? Поразмышляйте об этом. Это наподобие, смотрите, я вот, например, помню какие-то моменты со своего детства. Вы тоже помните. Помните, как вы ходили на море, когда были маленькими? Какое мороженое по 8 копеек вкусное было? Да? Ну, как приятно было где-то там в лагерь какой-то поехать, шашлык какой-то покушать. Давно-давно-давно. Но оно уже настолько призрачно, ваше, это настолько давно было, что-то теплое, оно откликается в ваше сердце, но его нет реально сейчас. Когда мы обратились когда-то давным-давно к Богу, мы покаялись, мы что-то переживали. Помните это состояние такой близости особой? Я помню, что когда я пришел к Богу, нечто такое вот в мое сердце, оно поменялось. Вот я не знаю, как это объяснить, но я знаю точно, что я теперь другой человек. Ну вот просто другой. Вы переживали такое? Да? Ну реально. А вы замечали, что через время как будто этого не было. Как будто сон какой-то был. Как будто какой-то Иисус... Или там, например, на ретрит вы поехали, и на этом ретрите вы сильно-сильно пережили Бога, Его присутствие. И так вас... И вы выезжаете... Я помню, когда-то мы ездили с подростками на энкаунтер когда-то с ними, и они так близко пережили Господа, что весь поезд просто видел. В прямом смысле, когда мы их заводили в вагон, они были самыми смелыми вообще подростками в жизни. Они просто открывали любые двери и говорили об Ишуа, и говорили о том, о сём, о пятом, молились, и такие просто... Я боялся их довезти домой. Серьезно? Я думал, что нас где-то по дороге снимут, потому что подумают, какая-то секта едет. А такая ревность наполняла их. Через две недели всё вернулось на свои круги. Как будто признак пришёл, как будто, знаете, я говорю, слушай, что же было тогда? Он говорит, я не знаю. Он был так реален, но сейчас я не знаю, куда он делся в моей жизни. У меня нет с ним близких взаимоотношений, я не знаю вообще, куда он пропал. Я не знаю, как это вернуть назад. И я понимаю, друзья, что мы все находимся вот в этом постоянном искушении забыть его. Именно из-за того, что мы живём, именно из-за того, что мы пытаемся как-то, ну что-то, какие-то вопросы решать, где-то там работа, где-то туда побежал, дети, занятия, какое-то что-то происходит, и ты думаешь, Господи, где же этот Иисус? Господи, как будто где-то далеко. Мы все находимся в этом искушении, помня о нём, забыть, сделать его призраком, сделать его ненастоящим, сделать его тем, кто не проходит со мной мою жизнь. Как докетисты, как вот эти люди. Они говорили, да, он был, но он не прожил, он не может понять меня. Он не был человеком, он не страдал, он не был из крови и плоти, он притворился для всего мира, мы поверили, и всё здорово. Нет, друзья, так не было. Он разделяет с нами наши жизни. Итак, вера угасает. Интересное место, Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Это такое вот знаменитое место, как мы называем его, великое поручение. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века». И написано «Аминь». Правда? Мы согласны. «Сея с вами во все дни до скончания века». Что произошло дальше? Он ушёл. Вы помните это, да? Он ушёл. Он говорит, «Я вас посылаю на какое-то действие». Ну, представьте, я вам говорю, «Короче, я с вами буду и разворачиваюсь и ухожу». Немножко сложно, правда? Представить себе. «Я с вами буду, я все с вами до скончания ваших дней». И ушёл на небо. Они остались. Остались во всей этой среде, остались во всех этих проблемах. Во всём том, что они переживали, как это сложно было для них. Но вы знаете, что на самом деле ученики, они были спокойны, потому что некоторое время перед этим он рассказывал им, что должно происходить. Он рассказывал им, ну, как они должны на это реагировать. Иоанн описывает в 14 главе с 15 по 20 стих. Ишуан оставляет их незадолго до этого события и говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То Он говорил о себе, а то Он говорит, что будет какой-то утешитель, который пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. «А вы знаете его, ибо с вами пребывает и в вас будет». Смотрите, Духа истины, которого мир не может принять. То есть, люди неверующие не могут принять, даже если хотят, просто так не могут. «А вы можете, потому что не видят его и не знают его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас». Он говорит об интересном дне. Иногда мы думаем о том, что речь идет о втором пришествии, но здесь говорится о особом переживании, которое будет в жизни учеников. И мы помним, что оно произошло. Когда мы читаем Деяния 2 главу на празднике Шавуот, происходит особое событие. Дух Святой приходит в жизнь учеников. Их сердца полностью меняются. Они наполняются силой Божьей. И вы помните, что вообще, как это начало выглядеть? Вот как вот те подростки после энкаунтера. Они выходят на улицу и начинают говорить о великих делах Божьих. Написано, что весь Иерусалим, он просто пришел в движение. Куча людей. Столько всего происходит. И они без страха, без сомнения берут, говорят. Они крестят людей возле храма. Это вообще, на секундочку, такое действие серьезное. Ну, они реально крестят три тысячи человек. Представьте себе, как это бы выглядело. Целое событие. Дух Святой, он берет и меняет их сердца. То они прятались по каким-то комнатам от страха, то они полностью становятся вот просто сильными и настойчивыми. Итак, дальше мы видим описание реальных чудес. Вся книга Деяния говорит об этом. Итак, друзья, вы помните это событие, когда Дух Святой пришел в вашу жизнь? Помните, да? Вы помните, что оно похоже было на эту Пятидесятницу? На этот шавот, на это переживание глубокого трепета, глубокого такого чего-то особенного? Вы даже, возможно, не искали этого, но оно каким-то образом вас так коснулось, что вы не знаете вообще, куда это поместить. Бога так много. И обратно же, человек, который не переживал это, он не поймет этого. И спрашивают, как это вообще объясни? Я говорю, я не знаю, Бога очень много. Ну, как это много? Что? Где он? Его можно как-то сложить, положить, показать? Не знаю, вот его много и все. Он везде, он в моей жизни. Вот я верю, давайте вот это сделаем. И получается. Ты сам не знаешь, как оно работает, но оно работает. И давайте вот так получилось. А через время, друзья, что это было со мной вообще? Как это было? Что я вообще переживал? Такое классное вообще переживание было. А почему же я так не могу сейчас? И мы понимаем, что оно становится каким-то призраком. переживание реальности Иисуса, Ишуа, переживание погружения в Дух Святой. А есть ли он вообще в моей жизни? Были у вас такие ощущения? Есть ли он в моей жизни? И ты внутрь себя заглядываешь и понимаешь, что где-то там что-то теплится, где-то там как-то что-то происходит, но верю ли я, что он может что-то изменить реально вокруг меня? И я понимаю, что нет. Необходимо обновление веры. Необходим какой-то толчок, необходимо что-то, что снова зажгет вот этот вот огонек, который теплится внутри. Но ты понимаешь, что не хватает. Я хочу больше. Я хочу, чтобы оно горело. Я не хочу, чтобы я шел, как через бурю и просто как-то там своим умом решал все. И я хочу Бога. Он мне нужен. Есть ли он в моей жизни? Или он только призрак? Приятный, красивый, хорошее воспоминание, которое вроде как страдало за меня, там что-то там было. Но это же не серьезно. Он все же Бог, а я человек. Друзья, реально, нам нужно обновление веры. Когда мы говорим о его присутствии, когда мы говорим о Божьем присутствии, мы верим, что наступит такой момент, когда он придет на землю. Как и Шуа, мы читали в Матфея, он говорит, что я приду. И мы знаем, что это произойдет. В будущем наступит тысячелетнее царство, и все будет восстановлено. Я не знаю конкретно, как точно это будет выглядеть, но я верю, что Мессия, он будет находиться в Иерусалиме, да, будет какой-то престол, куда люди могут приходить, как-то поклониться ему. Его слава, она будет восстановлена. Это то, что мы ожидаем. Ангелы, церковь, люди спасенные, ну, что-то великое произойдет. Но интересно, когда мы говорим о его присутствии, можно увидеть в Писании интересное такое вот место. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Вроде бы все понятно. Должно быть пришествие, и мы должны сохранить наш дух, душу и тело. Все понятно. Давайте еще раз посмотрим. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Осветит, отделит, сделает пригодным для себя. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока. И следующее слово «пришествие». То есть «пришествие» говорит о чем-то, что произойдет в будущем. Это очень интересное слово. По-гречески оно звучит как «парусия». Возможно, вы его когда-то слышали. «Парусия» такая хитрая штука, оно переводится также «присутствие». Давайте мы попробуем прочитать это место, используя именно это слово. Смотрите. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в присутствии Господа нашего Иисуса Христа». Чувствуете, как будущее время становится реальным временем. Понимаете, да? Есть какое-то присутствие, оно не произойдет только в будущем. Тот же Бог, который обещал вернуться, тот же Ишуа, тот же Мессия, который когда-то что-то сделал, он по-прежнему присутствует в нашей жизни, и он способен сохранить нас в целостности. В целостности. Интересно, что слово «целостность» имеет значение также «целомудрие», то есть ненарушенное состояние. А он может нас сохранить во всем том бардаке, в котором мы живем с вами. Более того, он хочет нас сохранить. Друзья, надо немножко ободриться, взять свою веру и увидеть это в Писании, снова увидеть это в Писании. Оно по-прежнему там. Он не спрятался на небо от нас. Друзья мои, он не спрятался от нас за какие-то вдалекие воспоминания. Он по-прежнему тот же Бог, который был в момент нашего рождения свыше. Он по-прежнему тот же Бог, Дух Святой, который наполнял нас во время погружения. Он способен взять мой Дух. Это значит, что все эти вопросы, которые я не могу решать сам по себе обычными вещами, не духовного плана, может быть, какие-то сомнения, может быть, какие-то страхи, какие-то неуверенности. Он способен ободрять мой Дух. Он способен взять мою Душу, все то, что касается моих эмоций, все то, что касается моей воли, моего внутреннего мира. Он способен вдохнуть свою силу. Он способен также влиять на мое тело. И он способен сохранить все это для себя. Как здесь написано, да сохраняться без пороков в пришествии или в присутствии Господа нашего Ишуа Мессии. Присутствие. Бог Ишуа не являет себя еще миру. Он не пришел еще с ангелами. Но знаете что? Он являет себя через меня. Он являет себя через вас. Он находится в жизни верующего человека, и он хочет проявить себя по-прежнему. Я сегодня обращаюсь к каждому, кто уже, в общем-то, махнул на себя рукой. Друзья, не стоит. Почему? Зачем позволять этому происходить? Мы можем по-прежнему жить полноценной духовной жизнью. Ничего же не поменялось. Ничего не поменялось. Смотрите, Откровение 3 глава 1-й 3-й стих говорит, и ангелу в Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты вроде живой, кажется, что ты живой, но ты мертвый, призрак. Да, ты не настоящий. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Вспомни, что ты слышал, принял, и слышал, и храни, и покайся. Мы с самого начала говорили, друзья, что взвесить нас Господь может в любой момент, и он здесь говорит, что я как тать. Тать это старое слово, которое означает вор. Я как вор, который очень тихо, на цыпочках, когда никто не ждет, когда никто не ожидает, он придет, и ты будешь в шоке. Есть его присутствие внутри меня, но будет явлено внешнее присутствие, он придет, когда никто не знает. Он говорит, бодрствуйте, покайтесь, оживите, ты носишь имя так, как будто ты жив, но ты мертв, так начни жить. Начни жить, пускай то имя, которое написано на тебе Духом Святым, оно снова засияет во всей полноте. Ободритесь, друзья. Бог нас не бросил, Бог нас не оставил, Бог нас не дал на растерзание всему тому, что происходит вокруг нас. Он говорит, вспомни, где ты был и куда Он тебя поместил. Вы помните, где вы были? Давайте вспомним. Мы были отчуждены от общества Божьего. Мы не знали Бога, мы жили так, как мы хотели, и мы страдали от этого. Но Он взял нас от этой жизни и поместил царство возлюбленного сына. Он назвал нас по имени каждого из нас. Он обратил свое лицо конкретно каждому из нас и сказал, я хочу, чтобы ты вошел в это царство. Я ставлю печать на твое сердце, которая дает тебе возможность называться и быть моим ребенком. Я помещаю себя в тебя. Дух святой наполняет тебя. Ты мой, ты мой храм, ты мой ребенок, ты мой народ, я живу с тобой. Это то, что произошло, это та реальность, которая была в нашей жизни, это факт, который сложно опровергнуть, это правда. Следующее, что нужно сделать, и здесь написано, храни это. Друзья, иногда, когда накрывает нас вот этот эмоциональный фон разочарования всего того, что мы видим в своей жизни, нужно просто брать вот эти места Писания и просто их повторять для себя. Просто говорить, я помню, где я был, я помню, что он сделал, я благодарен, независимо ни от чего, я не собираюсь отказываться от этого слова, я не собираюсь отказываться от этой позиции, я буду этого держаться. Хоть это и сложно, хоть это и стоит, хоть за это надо как-то заплатить, ущемить или что-то, но я принял решение, когда меня будут взвешивать, я хочу быть тяжелым, я хочу быть пригодным для Господа, я буду хранить эти места Писания. И там написано, покайся, если ты видишь, что ты оставил какие-то вещи, знаете, что, просто покайтесь, не надо из этого всего делать, знаете, из этой, как говорил один служитель, из этой вавки, которая есть в вашей жизни, делать идола. О, я был таким, ай-яй-яй, давайте мы будем об этом постоянно говорить. Был, покайся и перестань это делать. Не надо расковыривать, знаете, я был таким отверженным, и я, вы бы знали мою жизнь. Хорошо, это во славу Господа, но не надо этому поклоняться. Оставь, оставь это, не знаешь как? Можно поразмышлять по Библии. Если не получается самому, можно прийти к кому-то из служителей и сказать, слушай, помоги мне, я вроде бы вот так и вот так, я уже вроде бы и покаялся, вроде бы уже и все, но почему-то меня беспокоят вот эти вопросы, вот эти и вот эти, я не знаю, что с ними, помоги мне. Это называется исповедь, это библейская дисциплина, которая помогает верующим людям хранить себя в чистоте, хранить себя в целостности. Поэтому, друзья, как говорится, не заморачивайтесь сильно, покайтесь и перестаньте это делать. Я, может быть, просто сейчас очень, ну, как бы говорю, но иногда вот оно так и выглядит. Просто выглядит, я курил и бросил. Все, и что об этом говорить? Если сложно, я пойду поговорю с кем-то, мне помогут. И дальше написано бодрствуй, бодрствуй, чтобы не потерять. Что такое бодрствовать, друзья? Быть внимательным. Быть внимательным. Мы осознаем, что Иешуа не был призраком моей жизни. Мы осознаем, что он прожил жизнь человека. И написано, что он может сопереживать всякому человеку. Он был искушаем во всем, кроме греха. То есть, он переживал давление от сатаны во всех тех сферах, которых многие из нас не переживали. Он переживал искушение от него в течение сорока дней в пустыне. Помните эти события, да? И написано, что он выстоял. И он понимает, когда речь идет о человеческой слабости, он понимает, о чем идет речь. Поэтому, когда вы говорите, Боже, я слаб, он вас понимает. Боже, я не хочу молиться, он вас понимает. Я не хочу жить чистой жизнью, мне сложно, я не могу концы с концами себе. Он понимает. Он понимает вашу немощь. Но при этом он говорит, хорошо, я с тобой, давай ты начнешь двигаться в сторону покаяния. Я научу тебя, как это сохранить в своей жизни. И ожидай, когда мое присутствие станет явным для всего мира. Но уже сейчас ты можешь показать, что я есть в тебе через свою жизнь, которая полна целостности, не ущербности, не какой-то ограниченности, но Божьей благословенной целостности. Итак, вы знаете, друзья, я сегодня хотел бы помолиться о каждом верующем человеке. Это послание, скорее, к верующим людям, которые действительно уже вспоминают о Боге, как о каком-то призраке. О каждом, кто понимает, что реальность его реальности осталась где-то давно-давно в прошлом. я не хочу сказать, что, знаете, я хочу позвать вас сюда, но я не хочу сказать, что те, кто выйдет сюда, это какие-то вот особо грешные люди. Послушайте, по-честному, я бы и сам сюда стал и стану вместе. Понимаете? потому что я понимаю, что каждый человек рано или поздно переживает нечто подобное. Переживает. И здесь просто надо научиться выходить из этих состояний, подкатывать рукава и работать дальше, двигаться дальше. И Писание говорит, евреям 12 глава, 12-13 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Итак, друзья, я приглашаю сюда хромлющих. Давайте мы встанем на наши ноги. Если вы понимаете, что вам необходима эта молитва, без упрека и без каких-то, без чего-либо, если вы понимаете, что вам необходима ясность в этой молитве, приходите сюда. Я прошу также служителей, чтобы вы пришли вместе, чтобы мы могли помолиться. Не бойтесь потерять свое лицо перед людьми. Лучше бойтесь того, кто может нашу жизнь изменить в один момент. Я хочу немножко еще добавить здесь. Мне сегодня принесли терновый венец. Наши друзья делали его, может, позавчера, ночью, или вчера. Пришли, сказали, что вот этот венец кому-то очень-очень нужен. Напоминанием о реальности. Если вы хотите его получить, он ваш. Если вам сильно нужно, то посмотрите, увидите. Только не одевать его, послушайте. А то подумают, что точно по-моему. Реальность. Я говорю не то, что поиметь. Если оно действительно будет напоминанием для вас, он сегодня ваш. Реальность. Реальность. Точно хочешь? Мадам хочет. Хотите уступить мадам? Держи. Это не игрушка. Возьмите за руки. Я прошу, чтобы и те, и эти могли держаться вместе. Святой Господь, Господи, Ты видишь наши сердца. Мы хотели бы тех, кто вышел и тех, кто постеснялся. Боже, мы просим, прости нас, Господи. Прости, что мы позволили реальности Тебя, Боже, стать где-то далеким, приятным воспоминанием, Господь. Что мы стали относиться к Тебе, Господь, как к чему-то такому просто приятному, что с нами когда-то произошло. Ты Бог, который разделяет жизнь мою. Боже, я просыпаюсь, и Ты со мною. Я целый день чем-то занят, а Ты смотришь на меня. Я засыпаю, и Ты рядом, Господь. Это реальность. Ты сказал, что я не оставлю вас и не покину. До скончания века я с вами. Ты дал нам Духа Святого, поместив Его внутри нас. Божий наполнил нас, преобразил наши сердца, и это реальность. Я молюсь о том, чтобы снова вспыхнула вера в Твое Слово. Снова пришло сокрушение, Господь. Снова пришло обновление, Боже. И чтобы всякая суета была в стороне, Господь. Всегда мы что-то будем решать. Всегда куда-то спешить, Господь. Боже, помоги нам к этому определенно правильно относиться. Не делать из этого что-то, Господи. Научи нас жить жизнью внутреннего человека в целостности. Мы сейчас отдаем Тебе, Господь, наш дух, наши души и наши тела, Боже, для того, чтобы Ты преобразил нас. Научи нас быть целостными. Научи нас быть беспорочными. Научи нас принадлежать Тебе, Господь. И когда мы что-либо делаем внутри, беречь этот огонек. Беречь это присутствие. Беречь, Боже, это общение с Тобой, Господь. Научи нас не закрывать наши уши от голоса Твоего. Когда мы, Боже, гуляем с нашими детьми, когда мы готовим кушать, когда мы ездим на машинах, Господь. Когда мы в маршрутке сидим. Боже, научи нас внутри иметь эту свежесть. Когда мы возвращаемся с работы уставшими, Господи. Когда наши соседи ведут себя неправильно, Господи. Когда наши какие-то люди встречаются неадекватные, Господи. Научи нас внутри не реагировать на это, как бы могли реагировать неверующие. Но научи нас хранить Тебя. Научи нас, Боже, принадлежать Тебе. Укрепи веру. Я молюсь за каждого, Господь. Укрепи веру Божью внутри нас. Веди нас в эту глубину. Веди нас в эту зрелость, Боже. Мы не хотим, чтобы Ты казался, что Ты есть в нашей жизни. Я не хочу, чтобы казалось, что Ты есть. Я хочу знать точно. Я хочу верить точно. Я хочу быть уверенным точно, что Ты со мною. Ты держишь за правую руку. Ты проходишь со мной эти испытания. Ты проходишь все то, что я прохожу, Господи. И Ты можешь сопереживать мне, сочувствовать мне, поддерживать меня. Святой Израилен, Ты верный, и это хорошо. Ты верный, и это хорошо. Мы хотим носить имя, как живые люди. Мы хотим выражать эту парусю, это присутствие здесь и сейчас, Боже. Мы хотим выражать Тебя в наших поступках, в наших ценностях, в наших решениях, в наших словах и в нашей реакции. Святой Бог Израиля, яви Свою силу, яви Свою силу, яви Свою силу среди нас, яви Свою милость среди нас, яви Себя, Господь, через каждого из нас. Возьми эти сосуды, возьми, Боже, эти кучи хлороста и зажги Твой огонь. И дай нам гореть для Тебя, Боже, ибо мы ищем в жизни недолгой, но плодотворной, Господь. Мы хотим принести много плода, мы хотим радовать Тебя, мы хотим жить в победе, а не в поражении. Святой Израиль, яви Свою милость, яви Свою милость, Боже, к нам и дай нам Свою победу. Только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, мой Господь. Только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, мой Господь. Только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, Бог Господь. Изливай от Духа Твоего, Боже, обновление Твое, обновление Твое, обновление Твое, обновление Твое, Боже, на каждого, кто жаждет, на всякую плоть, обновление Твое. Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа. Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, мой Господь. Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа, только Ты один, Ешуа. Ешуа, но ты один, Ешуа, и הם, Ешуа, и говорят, clear о Твое, обновление Твое, обновление Твое. Ешуа, блин, Ешуа, Gobierno мне 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 милие. Руа, 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 Адонай. Превозносим Тебя, Царь Славы. Господи, спасибо Тебе за реальность Твоего присутствия. Спасибо Тебе, что Ты здесь и сейчас. Спасибо Тебе, что Ты реальный Бог. Находишься в каждом из тех, кто пригласил Тебя в свою жизнь. Мы Тебя превозносим. И мы благодарны Тебе за Твое сострадание к нам. За то, что Ты реально отвечаешь на наши нужды. Реально слышишь наши молитвы. Реально, Господь, обращаешь Своё лицо в нашу сторону. Мы благодарны Тебе, превозносим Тебя и славим во имя Ишуа, Мессии, Господь. Так благословляйся, сынов Исраилевы, говоря. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицем своим помилует Тебя. Да обратит Своё лицо, Господь, на Тебя и даст Тебе свой мир, свой шалом. Господь, Ему, пускай Твой мир пребудет со всеми нами. Господь, весна наступила. Нам время расцветать. Время двигаться. Песох, победа, свобода. Песох, победа, свобода. Песох, победа, свобода. Песох, победа, свобода.